Сильное волнение переживают в эти минуты сотни родителей, собравшихся в московском международном доме музыки. Там начинается концерт, в котором будут выступать их дети. Все они инвалиды по зрению, многие из которых впервые приехали в Москву. Для них это особенное событие еще и потому, что петь предстоит со звездами российской эстрады, которые откликнулись на просьбу коллеги. Диана Гурцкая, ее благотворительный фонд уже несколько лет помогает незрячим и слабовидящим детям. С подробностями Евгений Голованов. Азизбек Нурдил Улу из Киргизии поет о красоте родных гор и озер, хотя своими глазами их никогда не видел. Какие они, он познавал на ощупь, как и все в этом мире. Озеро Сколь очень глубокое, голубое, красивое. Я даже сам там купался, поэтому я могу рассказать подробнее. В фойе распевается триусь Казахстана. В репертуаре песни о любви к родине. Но вне конкурса они не прочь спеть, точнее прочитать рэп о любви к девушкам. Это уже второй фестиваль «Белая трость». На этот раз постановщики решили дать возможность зрителям почувствовать себя на месте людей, чья жизнь проходит в полумраке. Для этого даже отказались от ярких софитов. То, что сегодня здесь будет происходить, это не шоу. Это небольшой, в нашем понимании, шоу-бизнес. Это не шоу, это немножко другое. Это попытка взглянуть на самого себя не глазами, а душой. У гримера Вячеслава сегодня аврал. Подготовить к выступлению ему нужно более трехсот артистов. Дети не увидят результат его стараний, но наложить грим АБК наспех у него рука не поднимется. Ведь для каждого из них предстоящий выход на сцену едва ли не самое важное событие в жизни. Моя мечта сбылась. Знаете, для меня это как сказка сейчас. До сих пор я в Москве впервые, и для меня выступление такого уровня впервые очень волнительно, конечно. Елена победительница украинского конкурса талантов. Для участия в «Белой трости» в Москву приехали дети из восьми стран бывшего Союза. Они хоть и поют на разных языках, но с одной целью. Для тех, кто выходит на эту сцену, фестиваль не просто возможность показать свой талант, а в первую очередь доказать себе и окружающим, что они не изгои в мире музыки. Они не стремятся во что бы то ни стало попасть в шоу-бизнес, на вершину хит-парадов, и уж тем более не грезят большими гонорарами. Они живут в мире совершенно иных ценностей. Для них овации зрителей после выступления значат гораздо больше, чем для обычных артистов. Чтобы подняться на сцену, этим детям нужна помощь во всех смыслах. Проведение этого фестиваля стало возможным благодаря фонду известной певицы Дианы Гурцкая по зову сердца. В поисках юных дарования она объездила едва ли не все страны СНГ, а после уговорила и звезд российской эстрады спеть вместе с детьми. Мои коллеги, которые ни один из них не отказались, а сразу в один голос сказали «да». В России более 300 тысяч инвалидов по зрению. Конечно, далеко не все из них посвятили свою жизнь сцене. Но, возможно, именно благодаря голосам этих детей будут услышаны остальные. И те, от кого зависит решение проблем, людей с ограниченными возможностями не останутся безучастными зрителями. Евгений Голованов, Станислав Спиридонов, Владимир Морозов, Евгения Рыбакова, Юлия Закревская. НТВ, Москва.